Вот тое, что оно написанное застается, и что людям это потребно, вот наша интернет-карыстальница задала такое пытанне. Як зарабить веселым день? Так называется одна из ваших книг для детей, молодших и школьных взрослых. Як зарабить веселым день для дорослых? Дякую. Ну, вы для нас уже робите веселый день. А как у Вогули такое пытанне вы могли отказать? Там у этой книжки есть такие верши, как зарабить веселым день. Это украинская поэта Костецкая. Все начинается, это там, что ранится. Человек был в добром настрое. Как бы он день починал с усмешкой, там на это все акцентуется. Когда человек починал день с усмешкой, в добром настрое, значит, такие же настрое повинны и отповедны, возникают и у другого. Так что ваш заповед, починайте день с усмешки. А то, кажется, инший раз не с той ноги встал, так все-таки с нога ни при чем тут. Треба с усмешки починать. Вот с тем, настрое. Вот вы часто сострекаетесь с детьми. Есть питание такое? Да, есть это самое. Вот мы показывали газету «Пионер Беларуси», где надрукованный был первый вершин Шарнявска. И в детячей библиотеке номер 6, имя Василя Витки, первый редактор часописа «Вяселки», где, кстати, и Микола працевал, и я, пишут. Тут не только оказывается питание, задаю это ощущение, что и пишут. Было очень, было вельми, по-беларуску буду читать, было вельми здорово. Николай Николаевич продемонстровал вельми старый номер газеты «Пионер Беларуси», в яким у першиню был опубликованный его верш. Наш гость показывал свои первые книжки и расповедал про свое маленство. Мы нават провели конкурс на лепшого читальника скороговорок Миколы Чарнявска. Вогуля сумовать не пришлось. Но я ни одной, что бил на встречах, и мы разом выступали. Саправды на этих встречах не сумно.